Добрый день! Всем привет! С вами Маша Каганович, я маркетолог компании WesternBit. Сегодняшнее видео продолжение такой интересной темы рекламы на eBay. Тут просто очень много тем и разных вариантов, как можно настраивать свою рекламу в соответствии там с продажей нескольких товаров или просто как было в прошлом видео посылать предложение покупателю можно с помощью рекламы просто продвинуть свои листинги на первой странице поиска. Есть еще одна разновидность рекламы называется скидки. Скидки отличаются от продвижения тем, что за продвижение вы платите eBay и он в зависимости от того какой процент вы устанавливаете он продвигает ваши листинги вперед. Значит, там есть рекомендуемый процент. Если вы ниже этого процента, значит, те продавцы, которые дают выше будут выходить вперед. Ну, в общем, вы понимаете. Значит, но есть еще другая разновидность рекламы. Вы можете рекламировать свои товары напрямую покупателю. Вы просто можете стимулировать ваших покупателей, то есть давать им какой-то incentive, что называется, для того, чтобы они покупали ваши товары. И эти стимулы, то есть скидки, другими словами, могут быть разные. Значит, сейчас мы пойдем в наш Selling Manager. Я надеюсь, что уже все его установили. Это бесплатный инструмент, да, который позволяет нам редактировать и менять все листинги скопом сразу. Давайте пойдем и посмотрим, какие виды скидок мы можем предложить нашим покупателям и своего Selling Manager. Мы на главной странице eBay и идем в My eBay. Здесь, никуда не отходя от кассы, мы сразу идем вот в место, где написано Marketing. В разделе Marketing, вот здесь, с левой стороны, вы видите Branding. Я, кстати, сниму об этом отдельное видео, как устанавливать бренд своего магазина. Вот, это тоже такой интересный момент. Значит, но нас интересует в данный момент Merchandising. Смотрите, мы уже сделали с вами Advertising, то есть настроили рекламу в eBay, и у нас есть все наши листинги уже Promoted, продвинуты. Значит, но сейчас мы хотим сделать другие типы продвижения, не только рекламу. Мы нажимаем, значит, на этот Promotions, Продвижение, и здесь в правом углу написано Create a Promotion. Значит, вы видите, что здесь несколько типов. Мы, ну, я сниму все видео на эту тему, значит, в этом видео мы расскажем про скидку на заказ и про скидку на доставку. Volume pricing – это я уже рассказала, об этом было уже видео. Это видео входило в то, как настраивать рекламу в каждом листинге. Видите, чем больше покупатель покупает, тем больше мы даем ему скидку. Покупайте 2, и тогда получите 5% или там сколько угодно процентов. Покупайте 3, 4 и так далее. Все это можно устанавливать на определенное время. Это просто скидка на количество. Ну, а сейчас давайте пойдем и более внимательно посмотрим на скидку на заказ. Значит, смотрите, здесь есть очень интересная первая деталь. Вы можете определить, какого типа предложения вы хотите сделать вашему покупателю. Потому что в зависимости от вашей цели, eBay сам рекомендует вам, какой стимул, какую скидку на что вам нужно дать. Вы выбираете категорию вашего товара. Если у меня были жезлонги, то это Home & Garden. И тут существует три типа цели. Значит, если вы хотите показать людям новые вещи, которые вы только выставили в магазине, или вы хотите привлечь как можно больше покупателей в самые-самые часы, когда больше всего покупателей приходят, или вам очень хочется уже продать что-то давно, что лежит у вас в магазине, и вы не можете от него избавиться. Значит, предположим, я хочу новые товары. Значит, здесь мне предлагают тогда сделать скидку на количество. Я предлагаю дополнительной 20% скидку, если вы купите три и больше вещи. Более того, мне предлагают вот такую вот замечательную скидку. Купите одну и получите другую за 20% OFF. Или вообще не нужно ничего покупать, просто я даю 10% OFF. Вот такие варианты нам предлагают, если у нас такая цель. Но давайте посмотрим, какие еще есть виды предложений. Значит, какие еще есть виды скидок. Значит, вам не обязательно слушать рекомендацию. Вы знаете свою целевую аудиторию, может быть, лучше. У вас есть своя собственная стратегия. Значит, здесь это по количеству денег, которые покупатель потратил в магазине. 10 долларов OFF, если купили на 50 долларов. Ну, или там на 100 долларов, или на 20 долларов и так далее. По количеству того, сколько купили. Доллары здесь проценты, 20%, если купили 50 долларов, или там 100, или сколько угодно. А здесь мы можем дать возможность покупателю сэкономить 10 долларов за каждые 50 долларов, которые он потратил в магазине. То есть, если он купил несколько раз по 50, он получает 10 долларов за каждые 50 долларов, которые он потратил. Дальше, ну, вот нам известное уже от количества. То есть, опять мы предлагаем либо фиксированную долларовую сумму, либо процентную скидку, либо фиксированную сумму за каждую покупку определенного количества вещей. То есть, это стимул зависит от количества. Дальше, вот, мое любимое, я считаю, что это работает вообще лучше всего. И это купите одну и получите одну бесплатно. Я бы сделала даже купите две и получите одну бесплатно, потому что это то же самое, что 30% скидка. Но выглядит для покупателя слово бесплатно всегда намного лучше, чем процент или доллар-амоунт. Так что, кстати, смотрите, у меня есть на эту тему видео, что лучше скидка или подарок называется. Значит, и дальше видите здесь разные вариации этой же темы. Купите одну или купите две и получите другую за 20% OFF. В первом вы не ограничиваете количество покупок. А вот здесь вы даете такую скидку только один раз за одну покупку. Ну, или то же самое здесь. Вы даете процентную скидку, но тоже только один раз за покупку. Последний вариант скидки – это когда вы просто даете лишние 10% OFF или 20% или, ну, в общем, сколько угодно. Вот, ну и опять вы можете посмотреть то, что рекомендовано. Мне хотелось бы продвинуть очень мои жезлонги. Вот, и как мне кажется, мне хочется продвинуть больше, чем один. Я хочу, чтобы люди купили, скажем, три и получили один бесплатно. Это вот то, что мне бы хотелось. А теперь я могу пойти в Select Items, значит, выбрать. Мне дает максимально 500. Кстати, вот эти «Создать правила». Смотрите то видео, которое касается про продажу нескольких товаров. Там можно установить разные скидки, как правило. Вот моя скидка. Это «Купите три, получите одну бесплатно». Так, я хочу продвинуть вот только свои жезлонги. Я это сохраню, а дальше я могу это проверить и запустить. Я могу здесь создать, значит, время, в течение которого будет действовать моя скидка, там, с 19 августа до 9 сентября, или выбрать другое время. А дальше я могу сделать такой рекламный плакат. Значит, я назвала свое предложение. «Buy one, get one free, limited time offer». То есть, мое время, которое я предлагаю, лимитировано. Здесь, кстати, есть ограничение, дается только 50 возможных букв. Так что продумайте очень хорошо, что вы хотите здесь сказать, как привлечь покупателя. Можно, например, назвать его также. Также «end of summer event», да, что-нибудь такое. Ну, в общем, короче, подумайте, как можно привлечь, каким слоганом, каким плакатом можно привлечь ваши покупатели. Здесь можно, кстати, добавить просто фотографию, которая покажет жезлонги, что у меня их три. И теперь я могу нажать кнопочку «Launch» и запустить свою скидку. Итак, значит, теперь пойдем и сделаем другую скидку, которая касается доставки. Здесь можно эту скидку сделать по минимальному количеству заказа. Там, потратьте 50 или больше. По минимальному количеству. Купите, по крайней мере, три вещи. Или ничего минимального мы не предлагаем, просто предлагаем скидку. Значит, смотрите, опять я могу, предположим, по количеству. Я могу сказать, что если вы купите две и больше, то тогда я предлагаю бесплатный шиппинг. Или я могу указать определенную сумму. Я могу предложить в случае, если купит две вещи или больше. Или, например, если у вас минимальный заказ, то, предположим, вы должны потратить 100 долларов. Если вы даете 100 долларов, то тогда я предлагаю вам economy shipping за 50 долларов. Ну, неважно. В общем, вы понимаете. То есть разные здесь есть варианты в зависимости от того, какую скидку на доставку вы хотите сделать. Дальше здесь внизу, restrict inventory by rules. То есть вы можете создать определенные правила. Правила могут быть включение чего-то, и правила могут быть исключение из чего-то. Предположим, я хочу включить весь магазин, всю мою инвентарию. Или только какую-то категорию eBay, или какую-то категорию моего магазина. Кстати, у меня сейчас нет пока никаких категорий в моем магазине, но я могу их сделать. Я покажу потом в других видео, как это мы делаем, категории в магазине. И дальше я могу фильтровать в зависимости от цены, что я хочу включить в мое предложение. То есть только товары, скажем, от 50 до 200 долларов включены. И только новые, например, можно также ограничить по SKU номеру. Но это нас не касается. До item ID самыми разными способами вы можете включать или исключать товары. По категориям, например, или по тем же SKU номерам, или ID. Вот. Ну, в общем, таким образом вы можете выбирать, на какие категории и на какой тип товаров, новые, старые, и там по цене как-то ограничивать, на какие товары будут действовать ваши скидки по доставке. Дальше вы можете описать товары, которые вы включаете в ваше предложение. То есть у меня предложение такое, что я предлагаю бесплатную пересылку больше, чем 100 долларов на заказ. Вот. Ну, и здесь вам даются примеры, как это можно сделать по брендам, по категориям, по subset of brands. В общем, разные способы. Дальше это то, что вы можете настроить ваше предложение на какую-то начальную дату и на конечную дату. Ну, и, собственно, дать, вот, дают предложение Summer Sale. Мне нравится это название, мы его так и назовем. Вот. Начинаем с самого начала, прямо сейчас, или я могу просто сделать, начать с, там, я не знаю, с 20 августа и до конца лета, до 31 августа, предположим. Дальше я могу загрузить сюда еще одну фотографию. Пожалуйста, загрузила. И дальше я могу поставить приоритет моего предложения. На вашей страничке, в вашем магазине вы сами устанавливаете, в какой приоритет, какой по счету он должен быть на вашей страничке. Первый он должен быть выставлен, или второй, или третий по сравнению с другими предложениями, которые вы делаете. Вот. Ну, и дальше мы называем Submet. Так что, вот, сейчас мы посмотрели, как можно заинтересовать покупателя различными своими скидками. В дополнении к той рекламе, которую вы делаете в eBay, значит, эта опция возможна только, конечно, из своего магазина. Если вы, в принципе, выставляете больше, там, 60 товаров в месяц, то, наверное, эта опция будет интересна для вас, потому что, вот, все эти маркетинговые инструменты будут для вас доступны. Я надеюсь, что эта информация была полезна и интересна для вас. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и регистрируйтесь на сайте westernbit.com. Спасибо большое за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok